Рада приветствовать вас, дорогие друзья, в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях руководитель Димитровградской писательской организации «Слово» Раиса Кашкирова. Раиса Кашкирова – поэт, постоянный автор журнала Симбирск. Последние годы мы готовим тематический раздел «Черемшан». Раиса Кашкирова в этом нам помогает. Мы рады сотрудничеству с димитровградскими писателями и надеемся, что многие наши читатели откроют для себя замечательных авторов. Итак, у нас в гостях Раиса Кашкирова. Ей слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Раиса Кашкирова. Я живу в городе Димитровграде. На сегодняшний день я являюсь членом Союза писателей России, руководителем Димитровградской писательской организации «Слово». В этом году димитровградские писатели начали большой масштабный литературно-музыкальный проект «Поэтический город». Этот проект должен к концу года охватить всех жителей Димитровграда. Димитровградские писатели придут на встречи с читателями в библиотеке, на уличных площадках будут выступать и, конечно же, выпускать новые книги. А также вы услышите стихи, прозу своих земляков. Мы донесем их с помощью телевизионных и радиоэфиров. Если говорить о моем творчестве, то любовь к поэзии пришла ко мне из детства. Еще в школе я очень любила литературу, и мой учитель по русскому языку и литературе Вера Степановна Костерева, она была очень вдохновенным человеком и читала нам с упоением на уроках стихи Пушкина, Есенина, Маяковского. Папа очень мой любил поэзию. И однажды в девятом классе к нам в школу пришел писатель. Я не очень хорошо помню, как он выглядел тогда, но он читал стихи вдохновенно, безупречно. И поскольку именно в нашей школе работала жена Евгения Степановича Ларина, мэтра нашей мелькесской поэзии, я предполагаю, что тогда, именно тогда, состоялась моя первая встреча с тем человеком, которого на сегодня я могу назвать своим крестным отцом в поэзии и, конечно же, своим учителем. Первая тетрадка моих стихов попала к Евгению Степановичу Ларину где-то в 2000 году. Это были стихи о любви, женские стихи. И он их увидел, почувствовал. И вот с тех пор он дал мне путевку в жизни. Я пишу, ну, насколько серьезна моя поэзия, пусть судят мои слушатели, мои читатели. Я начну с первых стихов. Первая моя... Одна из первых моих книг называлась «Души моей распахнуты врата». Это строчки из стихотворения о любви. Все для тебя и радость, и печали. Души моей распахнуты врата. Мы столько бед и радости встречали, Но нас не одолела суета. Все так же любим, верим и страдаем. Будь счастлив, милый, даже не со мной. Порой мы слишком поздно понимаем. Любовь дороже ценности любой. Обними меня сердечно, В нежном обруче твоем. Тает время бесконечно теплым, ласковым дождем. Помоги поверить в чудо, Что навечно, навсегда Я с тобой рядом буду, Как у берега вода. Что мне беды и напасти, Если жив любви ручей? Светит солнцем, Дышит счастьем Все теплей, все горячей. Что мне ненависть людская? Знаете, люди, я люблю И обиды отпуская, Все любовью исцелю. Это стихи из первой моей книжки. Конечно, в жизни каждого человека, Каждого пишущего человека Стихи не появляются просто так, Вот вдруг сами собой. Это работа души, Это трансформация каких-то энергий, Это страдания, переживания, Которые, в конце концов, Выплескиваются на белый лист бумаги. Иногда у нас бывают паузы, Нам не хочется писать. Вот, например, после первых своих стихов Я действительно какое-то время Совершенно не писала. И почему это происходило? Наверное, лучше всего Расскажет мое стихотворение. К чему слова? Когда хочу я замолчать И позабыть о музе вздорной, Слова пытаются опять Сложиться в строки непокорно. А я? Я слышу их во сне, Но оставляю без ответа. Они являются ко мне Симфонией дождя и света. Они врываются сквозь зной Мою потерянную душу Прозрачной ливневой слезой. А я пытаюсь их не слушать И боль, и радость Много раз я отражала на бумаге, Но сделать это на показ Не доставало мне отваги. К чему слова, коль не дано, Избавившись от всех сомнений, Испить поэзия вино В экстазе горьких откровений? Смогу ли жить, как все живут, Не бередить стихами душу? Слова рождаются и ждут, А я пытаюсь их не слушать. Поэт должен быть искренним, Предельно искренним для того, Чтобы его строки были услышаны, Для того, чтобы каждый Смог найти в нем себя. Мои стихи и о счастливой любви, И не очень, И о каких-то семейных коллегиях. Вообще в моей жизни Всегда есть помощь и поддержка. Я ее чувствую, Она приходит ко мне слыша, Тогда, когда мне бывает, Как и всем людям, нелегко. Это вера. Вера без сомнения, Вера, наполненная любовью, Вера в Бога, в высшие силы, Можно назвать это как угодно, Но для меня Это, наверное, самое главное В жизни. В колыбели спала душа. В колыбели спала душа. Ты меня пробудил, Господь, Терпеливо и не спеша, Облачил меня в кровь и в плоть, Наделил мне сполнаю доль, Указал на отца и мать, Дал изведать любовь и боль, Чтоб сумела себя опознать. Ты протягивал руку мне, Поднимал на земном пути, Ты сиял маяком во тьме, Коль не знал, куда идти. От врагов заслонял спиной Драгоценных друзей моих И слезу утирал порой, Если рано теряло их. Ты творил чудеса, Когда не хватало для веры сил, А ждала впереди беда. На ладонях меня носил, Днем вливал в мою душу свет, Темной ночью дарил покой, Убеждал без конца, Что нет во вселенной второй такой. Чем тебе отвечала я? Я теряла твой верный след, Я шагала во тьму, Хотя ясно видела где-то свет, И вступала в ненужный бой, И не слышала зов друзей, Ставших светлой моей судьбой, Ставших светом судьбе моей. Ты прости меня, мой отец, И помилуй меня, Господь, Ты терновый носил венец, Чтоб спасти мои дух и плоть, Претерпел нестерпимых мук, И сочилась святая кровь И с крестом распростертых рук. А из сердца лилась любовь. Пусть по-прежнему каждый миг Будет полон любви твоей. Тот, кто сердцем тебя постиг, Будет так же любить людей, Будет помнить, что он, душа, Точно так же, как тот, другой, Будет верить, что суд верша. Ты возьмешь его в город свой И взлетит в небеса душа. Ты ведь примешь меня, Господь, Терпеливо и не спеша, Облачишь меня в кровь и в плоть, Наделишь мне сполнаю доль И подаришь отца да мать, Став любовью сквозь страх и боль, Я сумею тебя познать. Вообще, это тема веры И помощи в самые неожиданные моменты жизни, Она, наверное, идет сквозняком Через мое творчество. И много раз Я останавливала себя тем, Что писала себе молитвы. И научи меня любви. Останови меня, Господь, В минуты гнева и обиды, Когда душа сжигает плоть В безумном пламени кориды. Пролей на жертвенный костер Тишайший свет упокоения И укроти гордыни взор, Исполнив радости, смиренья. О, Боже, не позволь сгореть В нелепом противостоянии И призови познать молчание. Стерпев речей несносных плеть, Мой грозный меч останови, Когда к удару я готова. И научи меня любви Во всем, от жеста и до слова. Озари меня, Дух Святой, Ярким светом нетленных истин. Нарисуй на земле покой, Не скупись на цвета и кисти. Зноем счастья меня пронзив, Не забудь о других пропащих. Окуни этот мир в разлив чувств, Стремительных, настоящих, Без обид, без угроз и лжи. Покажи высоту полета, Расскажи же им, Расскажи, что любовь Не всегда за что-то. Раздувая пожар страстей, Люди грезят о райских кущах. Только так, не сберечь детей От несчастья и бед грядущих, Я к тебе прикоснусь рукой И открою свои ладони. Ты прольешься водой святой, Растворяясь души затоня, Содрогается плоть моя, Каждой клеткой в ответ сияет. Дух святой, Освяти меня, Я другая, Уже другая. Для того, чтобы строки Появились вот на этом листе бумаги, Поэту нужна тишина. После того, Когда мы испытываем безмолвие, Созерцаем, Общаемся с природой, Строки приходят легче, быстрее, Они сами льются Потоком, который иногда невозможно Просто остановить. Но для этого, Для этого, конечно, Предварительно, Нужна тишина, Нужно время, Когда автор остается наедине Сам с собой. В безмолвии, В союзе с небесами Снисходит откровение. Мы сами, Источник света И его обитель, Одновременный актер И зритель, Немой свидетель И пассионарий, Мы создаем судьбы Своей сценарий, Направив силу внутреннего слуха В единство проникающего духа. А чудо Происходит непременно С тем, Кто уверен, Что душа нетленна. И даже если люди С ней жестоки, Она плывет В мерцающем потоке, Наполненная знанием О счастье И никому Не разорвать на части Загадочную целостность Спокоя, Когда в земну Таится неземное. Я, наверное, Слишком серьезный человек, И поэтому иногда Мне хочется Быть несерьезной В поэзии, Добавить туда Немного Юмора, Самоиронии. И Мне сейчас Хотелось бы Почитать Те самые Не очень, Не самые серьезные стихи. Дело в том, Что Начиная с юности Во мне Живет дух Активного человека. В институте, Когда я училась В Казани, Я была старостой группы, Студенческим деканом, И несла на себе Еще массу Каких-то Общественных Обязанностей. Став старше, Я стала искать Философский Подход к жизни. Нашла Мою любимую Юрведу, Я специалист По юрведической Медицине. И Стала заниматься Здоровым образом Жизни И своим И улучшать здоровье Других людей С помощью Диеты, терапии, Ароматерапии, Изменения образа жизни. И Вот сейчас Вернулась К общественной Работе В писательской Организации. Иногда Это общественная Работа Вытесняет И Часы Занятия Основной Работой И Забота О семье Наверное Даже Вот так Ее бывает Много. А это стихотворение Которое Я сейчас Прочитаю Я звездные осколки Соберу Я написала В 2006 году Когда мы С коллегами Писателями Начинали Проводить Лопатинские Чтения Которые Проходили В нашем Городе Точнее В местечке Лопата Меликевского района Ульяновской области Практически Шесть лет Это были посвящены Двухсотлетию Ивана Андреевича Кончарова Вот тогда тоже было Очень много работы И появилось Это шутливое Стихотворение Я звездные осколки Соберу Мозаикой Выкладывая Вечность И брызну Свет На черную дыру Заштопав Прохудившуюся Млечность Реаниматор Вечной пустоты Живет во мне Упрямо повторяя Ну кто еще Ну кто же Коль не ты И сжет В кармане Ключ К воротам рая Мне временами Хочется забыть О тягостной Казалось бы Обузе И как другие люди Есть Да пить Да на диване Сутки Спать На пузе Но продолжая Плыть В потоке Дней И о земле Как прежде Беспокоясь Воспринимая Четче И острей Свою почти Космическую Совесть Она о чувстве Долга Мне твердит И если я с ней Спорить попытаюсь То совесть Строго Ставит Мне на вид Опять Залей Ну что поделать Каюсь Архипелаг Бездонной Красоты Застыл В необозримой Круговерте Шлифую Безупречные Черты Я думаю О жизни И о смерти Любуюсь Как в сиянии Золотом Мерцает Бирюзовая Планета Купель Земной Любви Мой Отчий Дом Где Кроме Хлеба Кто-то Жаждет Света Я В отражении Многоликих Звезд Вплетая Неизведанную Нежность Прольюсь На травы Капельками Роз На миг Нарушив Мрачную Помпезность Предназначение Стало Быть Судьба Я Помогать Творцу Безмерно Рада Хотя Порой Сплошная Стыдоба Согрехами Вселенского Парада Когда же Все успеть Да видит Бог Что он Один Воистину Безгрешен А здесь То белый Карлик Занемог То звездный Дождь Струится Безутешен Подумывать Я стала С неких Пор Пойти Своей Судьбе Наперекор И цепи Разорвав Друзей Позвать Чтоб Уберечь И красоту И стать Я умоляю Вас Почти Серьезно Помочь В моих Трудах Пока Не поздно И навести Порядок На планете Сегодня Вы За этот Мир В ответе О весне Все мы знаем Что подснежники Это цветы Которые Давно Занесены В красную Книгу И слава Богу Что мы Все-таки Встречаем Еще В наших Замечательных Лесах Мой Зеленый Город Окружен Соснами Это прекрасно И каждую весну Я отправляюсь В лес Для того Чтобы Вкусить Ароматный Сосново-березовый Воздух И полюбоваться Первыми цветами Нежный Подснежник Расцвел На пригорке Белый С лиловой Прожилкой Цветок Ахнули Сосны Березы И елки Свежий Прекрасен Его стебелек Нежные Соки Весны Голосистой Ласку Апрельского Солнца Впитал Первым Бубенчиком Юным И чистым Принцем Зашел На лесной Пьедестал Сколько Соблазна Сорвать И прижаться Пить Ароматную Негу До дна Люди Не трогайте Младшего Братца Тихо Звенит В перелесках Весна Я иду Катам Раздавать Весну Я еду В пакетиках Им несу Кто ни раз Ни два Пропустил обед Зная то Что ужина Тоже нет Принимает Божию благодать И не грех На Пасху Катам Подать Хулиган Хулиганит В этом году Весна За три Дня Решила Всерьез Она Растопить И льды И сугробы Ураз И поплыло Все От ее Проказ Люд По кромке Хрупкой Скользит Гуськом Вдоль Дороги Снежно Чернеет Ком Сколько Снег Не чистили Трактора Во дворах Учиться Летать Пора А весна По-прежнему Все Шалит И Вливает Радость В унылый Вид И швыряет Солнечный Кибальчиш Нам Копель В лицо С козырьков И крыш Я Иду Котам Раздавать Весну Я Кошачью Радость В кульке Несу Потому что Сила Котам Нужна Сколько дней И ночей Тебе уже Без сна Я Признаться Тоже Порой Не сплю Я Душой Болею Живу Люблю Ни к чему Лекарства И доктора Раз весна Пришла Оживать Пора Разрывая Почки Древесный Сок Скоро Вскроет Первый В году Листок Скоро Все Застелит Зеленый Цвет И печали Чьи-то Сойдут На нет А синицы Звонко Поют О том Что Давно Пора Обновить Свой Дом И В зерцалых Чистых Увидев Луч Осознать Насколько Господь Могуч Набрала Печенье Яиц Конфет Да С лихвой Раздам Ребятне В обед Я конфет Не ем Я теряю Вес Говорю Прохожим Христос Воскрес Я Любуюсь Светом Пасхальных Дней И Сама Душой Становлюсь Светлей Приближается Праздник Воскресения Христова И И И В этот День Все Мы Наполнены Светом Радости Чистоты И Торжества Все Буквально От Мамы До Велика В моей Радостно Светла Когда Весенний День Провозглашаю Христос Воскрес И Вновь Душа Полна Безгрешности Его Прикосновения Его Любви Открыта И Сильна Надеждою И Верой В И Воскрес Во Все Концы Летит Благая Весть Соединяя Взоры С Небесами Христос Воскрес Во Истину Воскрес Его Нетленный Свет Навечно С нами Я Вижу Даль В Напевных Строках Весны Распахнутую Высь Как Глубокая Сине Око И Слезы В сердце Полились Оно Трепещет От Восторга В Пасхальном Свете Теплых Дней А Бог Глядит На Землю Строго Могуч И Прост В Любви Своей Благодарим Раису Иршатовну Кашкирову За участие В нашей Программе В ее Стихах Есть такие Строки В безмолвии В союзе С небесами Снисходит Вдохновение Мы Сами Источник Света В этих Строчках Выражено Поэтическое Мироощущение А еще Запомнились Вот такие Строки О весне И Снова Пробуждается Земля Стремится К жизни Как Душа Моя К любви И счастью Без конца И края Желаем Раисе Кашкировой И всем Нашим Слушателям Такого Стремления К любви И счастью Расцветающей Весны И счастливых Весенних Мгновений А еще Конечно Радости Творчества Благодарим За участие В нашей Программе Раису Кашкирову А вас Друзья Благодарим За внимание До новых Встреч Редактор субтитров